дорогие подписчики друзья привет всем воскресный день время 12 часов я решила сегодня сменить сноуборд на секундочку на беговые лыжи что-то сижу сижу думаю думаю не катануть на беговых лыжах я их не очень люблю но надо оставаться в форме так как через пару недель мне предстоит поехать на высокие склоны поэтому оделась собралась машина уже греется поеду кататься совсем близко просто чтобы ботинков вот в этих вот не ходить по улице а то тут в эту железку сразу снег нацепляется и все потом ногу не ставлю ботинок для вкрепления в парке который здесь у меня рядом в районе парк на ланецком с одной стороны на лане с ланецкого и со стороны сухонки есть две небольшие трассы где-то по километру километр полтора где-то так мне подсказали соседи в нашем общем-то вам участие и телеграм-канале тоже есть чатик моего района там тоже подсказали вот так что пойду чуть-чуть катануть если даже дело не пойдет потому что беговые лыжи все-таки не совсем мое то пойду вернусь переоденусь в машину кино ботинки и пойду просто прогуляюсь но надо держать себя в форме поэтому как-то так значит готовы я кошмар такой пошли так мои соседи написали что трассы начинается от дома номер один из по сухонки но может быть от того что уже давно идет снег и вечно все засыпает трассы тоже какой как бы и нету как таковой вот я сначала решилась пойти ее проверить и найти а потом уж встать на лыжи вот около дом 11 как раз нас такой мини зоопарк тут павлины куры уток кстати и лебедей то что на зиму закрывает красавцы какие красненькие елка огромная так надо еще успеть stories выжить в институте сейчас женщина сказал что павлины очень любит одуванчики надо же я не знала и вообще не предполагала что павлины гуляют зимой да еще по снегу такому глубокому интересно почему у них не убирает это валерий ничего так задумано так ну ладно что я пошла поискать лыжную трассу открыть сюда можно вот спортивный инвентарь может сюда зайти может уточнить я только я спрошу закрыто велосипед в общем закрыт это интересно ну ладно никого нет зачем пиарить и говорит что есть спортивный инвентарь и трасса можно если по факту домик закрыт ничего нигде нету блин надежда умирает хорошо хоть дорожки чистят блин ну где трасса то я так надеюсь надо вот вокруг пройти она была показана на карте где-то с края может все-таки где-то с края она и есть сейчас я обойду все это здание здание нет ничего не видно к сожалению ничего не видно нет нет там никакой трассы и в помине я думаю спросить там где выдачу инвентаря может быть они знают где здесь трасса так но еще у меня есть вариант дойти до аланецкого это вот туда на ту сторону и посмотреть там лыжню по карте бог было указано что там тоже есть ну чё раз я сюда пришла доехала надо пойти посмотреть не развалюсь хорошо хоть не мороз телефон не замерзнет кстати на морозе телефоном долго снимать нельзя это очень опасно для аккумулятора телефона батарея быстро разряжается батарея быстро разряжается это хорошо что у меня самсунг потому что настя мне вообще сказала что у них айфоны вообще просто отключается все вот туалетная комната с 9 до 8 работает блин ну ладно что ничего страшного не найду трассу хоть так пройдусь ладно надежда еще пока есть сейчас дойду на ту сторону посмотрю кстати погода хорошая на градуснике по-моему было написано минус один вот кстати идет охранник сейчас я у него спрашиваю попробую здрасте а вы не подскажете а где-то тут лыжная трасса должна быть вон туда поднимите вот туда наверх да? наверх да и она как в ту сторону идет? ну вот туда да по кругу да? о спасибо большое точно да? а то я ботинки с лыжами оставила в машине думаю пойду посмотрю спасибо большое то есть можно смело идти за ботинками спасибо ну вот так ну что мне повезло охранник мне подсказал где находится лыжная трасса и кстати потом когда я встретила еще по дороге сейчас людей спросила тоже ну на всякий случай думаю мало ли они шли с тюбингом с ребенком я спросила где детские горки на тюбинге идти покататься она показала тоже на той же стороне и кстати да что-то разговорить она говорит что да здесь тоже по сухонке тоже должна быть трасса но нету так я иду вот забирать ботинки переодеваться и лыжи и прям туда пойду так друзья кто живет в моем районе вот оттуда с улицы молодцова доходите до сухонки в парк полонецком переходите яузу выходите сюда сразу поворачиваете налево и вот тут вот трасса правда она не туда а в обратную сторону так что ну чё одеваю лыжи лыжи и поехала здесь где-то километра полтора километр трасса она вот туда вот идет там поворачивать идет вот так вот вдоль вдоль туда 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 и выходит сюда я думаю одного круга мне вполне будет достаточно вон там кто-то корячится на лыжах вижу да мои знакомые конечно знают что я на все способна но я так давно не стояла на беговых лыжах ощущение конечно классное это какая-то легкость но в некоторых моментах вот например как сейчас тут надо иметь сноровку чтобы не навернуться ой вот это то о чем я говорю тем более сейчас с одной рукой ой ну здорово за мной никого нет поэтому можно спокойно поснимать дорогие соседи ну что же вы не присоединяйтесь а это классно обалдеть еще такой мелкий воздушный снежок падает так здорово да да нет целую спасибо большое попросила девушку снять меня как я еду а то говорю никто ж не поверит все катаюсь на джиговых лыжах мне кажется последний раз это было года два назад когда я ездила к котюхе в деревне ой здорово как обалдеть круто что-то у меня даже слов никаких нету великолепно мощно красиво здорово это все еще я как прекрасно зимой кто не любит зиму я в шоке вот женщина пропустила вперед потому что я снимаю в основном катаются женщины из мужчин я пока видела пару человек да кстати я пошла на второй круг показалось что одного все-таки маловато ну здорово повезло с погодой тепло и главное снег налипает не налипает тоже хорошо так ну ладно надо вставить руки в рукавицы палки тоже в рукавицы а то тут сложновато классно ой сзади еще один лыжник вырубаю камеру в итоге прокатилась я два круга включила трекинг надеюсь он работал все остановилась там же где начала лыжи сложила и иду прямо в сторону машины все я и так с тобой вон на тюбинках катаются дети ну хоть какую-то горочку организовали интересно это спонтанная горка или все-таки ну не просто так люди пришли и начали кататься и все-таки это более-менее организованная хотя вряд ли что это организованная склон есть и слава богу не знаю сколько время на день день начался прекрасно мозг где-то играет детская какая-то впереди строение московские сезоны где весной и летом и осенью будет шумно здорово весело здорово как класс мне кажется мне не хватает кофейку ну ладно тут до дома то две секунды можно было бы пешком быть идти от дома сюда я и обратно просто я не была уверена что все таки трасс есть зато сейчас в домовом чатике напишу что трассы есть проходят там то а то все и что от 11 дома по сухонке а она со стороны ланецкого проезда как хорошо на улице ветра нет снег закончился трекинг включился а я думаю я его отключила но я вам еще обязательно вставлю видео картиночку посмотрите что я вам не вру ну и забыть только что сами слышали трекинг сказал да вообще на километра сколько времени и сколько подъемов хочет я зажарилась запарилась еще машины эти блин ноги уже не ходят мне кажется кофе вот это вот у нас раньше стоял это называется перемоз кофе стояла там вначале как дорогу переходишь такая маленькая-маленькая будочка стояла но там можно было кстати посидеть а здесь просто берешь но может быть летом какую-то веранду сделают открытую или закрытую не знаю защищенную от дождя от ветра друзья не ленитесь идите гулять просто если вы даже не настолько подвижны и не хотите какие-то лыжи сноуборды ролики коньки не знаю это очень далеко идти нужно просто выйти ближайший парк и там погулять баранку кормушки положили и хлеб вчера я много всего наготовила на целую неделю индейку с апельсинами в апельсиновом соусе кстати забыла вчера положить туда один ингредиент только что вспомнила гвоздику ну ладно очень страшно я правда использовала апельсиновый сок обычный из пакета поленилась выжить но у меня был всего один апельсин так что можно сказать что я не поленилась а просто меня не было достаточно апельсина сделать чтобы сделать апельсиновый сок сделала азупа татарский его очень люблю очень гарнира правда нет никакого сейчас надо будет речь шли сварить и гречку может за грибочками пожарю но отварю гречку не есть лисички и просто лесные грибы замороженные что-нибудь достану от пожарив с лучком гречка добавлю такой будет гарнир она у меня есть капустные шницеля вот машинка моя стоит ждет меня странно я думаю коньки у нас находится вот эта вот декорация около катка может у нас две декорации фиг его знает вон друзья я домой не ленитесь идите гулять